Педагогический салон Мы проводили в формате выставки и решили, что салон позволяет неформальное общение, позволяет подсаживаться к любой из открытых площадок любому участнику, который сюда приходит, и послушать ту или иную тему или проконсультироваться у специалистов. Это могут быть родители, это могут быть обучающиеся, это могут быть педагоги. И посмотреть, посидеть, послушать. Можно свободно встать, перейти на другую площадку и присоединиться уже к другому разговору или к другой презентации. Можно поучаствовать в мастер-классе. Вот это позволяет нам, наверное, еще больше быть открытыми для нашего населения и показать, какие услуги, может быть не услуги, но что сегодня происходит, какие проекты реализуются в системе нашего регионального образования. Ну и будут работать закрытые площадки, где уже педагогическое сообщество, профессионалы будут обсуждать и родительская общественность, и общественные организации. Те темы, которые нам важны в рамках начала учебного года и реализации задач в системе регионального и в целом образования Российской Федерации. Сами проекты и технологии, представленные на выставке, смогло оценить не только педагогическое сообщество, но и почетные гости мероприятия. Губернатор области Олег Кувшинников, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и председатель ЗСО Андрей Луценко. Большое внимание на выставке уделено проектам, связанным с поддержкой одаренных детей, а также детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На данной площадке представлены возможности работы с одаренными детьми в Алгутской области. Посетители могут записаться на обучение на дистанционных курсах в Алгутском многопрофильном лице. Также получить консультацию о поступлении в лицей, ознакомиться с центром работы с одаренными детьми лицея. Также мы сегодня презентруем портал «Одаренные дети в Алгутщине». Портал является входом, на котором сосредоточена информация о проводимых предприятиях для школьников Алгутской области, с которой могут познакомиться дети, родители, педагоги и другие заинтересованные стороны. У нас, к сожалению, растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Знаете, в этом году за годы привело с таких детей тысячи человек. Такое это сейчас зовут. Поэтому мы сегодня спустились ниже и работаем на федеральных площадках, в частности в Череповце. Это дошкольные образовательные организации. Мы представляем федеральный проект «Консультационный центр инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья детей и инвалидов». Наш детский сад стал первым детским садом в Алгутской области, который вошел в федеральную целевую программу развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации. В нашем консультационном центре консультируются родители детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать детский сад. Это дети с различными сложными нарушениями, слепые и слабовидящие, дети с ДЦП, синдромом Дауна, задержка речевого развития, дети с аутизмом. Много детей получают раннюю квалифицированную помощь. В нашем консультационном центре работают квалифицированные кадры, которые оказывают эффективную помощь детям. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, педагоги, музыкальные руководители. Родители с детьми посещают диагностические занятия, консультации специалистов. В дальнейшем многие из этих детей идут в детский сад. Под каждого ребенка индивидуально своя программа адаптации и ресоциализации. Да, да. Специалисты имеют возможность под каждого ребенка составить индивидуальную общую программу. Все вместе они взаимодействуют, составляют индивидуальный план развития ребенка. Каким-то детям нужна только диагностическая помощь, какие-то дети получают цикл занятий. Кто-то после нескольких консультаций занимается с ребенком дома. Например, дети очень сложные диагнозы имеют, они не могут вообще добраться до детского сада. То есть очень важно, что дети, которые ранее не получали помощи, не могли социализироваться в коллективе сверхников, не посещали детский сад, теперь они получают качественное дошкольное образование. Здорово. То есть из-за тем, что у нас растет количество все-таки детей инвалидов, нам надо вот эти программы распространять, видимо, в детские дошкольные учреждения. Да, да, да. То есть этот опыт распространяет на другие детские дошкольные учреждения. Да, наш опыт был высоко оценен агентом судебнических инициатив города Москвы как лучший инклюзивный опыт России. И мы получили сейчас президентский грант совместно с нашей некоммерческой организацией по созданию ресурсного центра в детских садах, по созданию консультативных пунктов в других детских садах Вологодской области. В семи детских садах уже в 18-м году созданы такие, как Вологодская область. Представлены на образовательном салоне и высокие технологии. К примеру, соковские кадеты продемонстрировали свои наработки в сфере робототехники. А представители детского технопарка «Кванториум» в Череповце рассказали о своей предстоящей работе. Ведь открытие этой площадки намечено на начало сентября. В Первой Вологодской области детский технопарк «Кванториум» откроется в Череповце уже с начала учебного года. Технопарк «Кванториум» — это специально оснащенная площадка, на которой размещено суперсовременное, суперинновационное оборудование. И на нем смогут заниматься более 3000 юных череповчан в возрасте от 7 до 18 лет. На сегодняшний день в России открыто 17 детских технопарков. И мы очень рады, что в числе счастливчиков именно наш технопарк, наш город. И это стало возможным благодаря личным участию губернатора Вологодской области Олега Александровича, Купшинникова и наших главных бизнес-партнеров — это по оси «Встали». В рамках образовательного салона также прошли круглые столы, работали дискуссионные площадки, а на пленарном заседании были награждены лучшие педагоги и школьники, достигшие высоких результатов в своей учебе. В этом году на едином государственном экзамене выпускники получили 42 стопальных результата по 10 предметам. И сегодня на областном образовательном салоне мы чествуем стопальников по химии и педагогов, их подготовивших. Для вручения приветственного адреса приглашается Артамонов Александр, выпускник средней учебной школы номер 10 с углубленным изучением отдельных предметов города Череповца. Александр награжден медалью за особый успех в учении и является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Хочу отметить, что система образования Вологодской области — одна из лучших в стране. И по многим показателям мы устойчиво занимаем ведущие позиции среди 85 регионов Российской Федерации. Мы многократно увеличили количество стопальников более чем в два раза за последние пять лет. И это говорит о том, что система образования Вологодской области динамично развивается вместе со страной. Мы видим, что наши школы входят в топ лучших школ страны — 25, 100, 500 школ ежегодно, увеличивая представительство и завоевывая все больше и больше популярность у наших ребят и Министерства образования Российской Федерации. Это, конечно же, отмечаем. Мы видим, что растет количество ребят, которые выходят в закачивую школу с золотыми медалями. Мы полностью выполнили указ президента Российской Федерации о охвате детей дополнительным образованием. 73% мы практически превысили средне-российские показатели и выполнили указ президента. Мы сделали невозможное. За последние пять лет построили и капитально отремонтировали, реконструировали почти 50 детских и зашкольных учреждений. И полностью выполнили указ президента по обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. Это показатель, который характеризует темпы развития образования. Сейчас перед нами стоит следующая задача — это строительство новых школ, создание мест в образовательных школах Вологодской области. И мы к этой задаче уже приступили. Невзирая на то, что мы пока не получили федерального финансирования строительства новых школ, мы строим три больших школы. Две из них — это Володя и Череповец, самые большие образовательные школы за последние 25 лет, которые когда-либо вообще строились в Вологодской области. И первая школа за последние 25 лет в наших крупных городах. И школа, о которой говорил Юрий Ильич, это Выкинг. И 1 сентября следующего года мы ее открываем. Это будет уникальный образовательный центр. Еще одна кадетская школа Вологодской области, которая 1 сентября следующего года примет первых 100 ребят. Мы уже набираем ребят, мы уже набираем педагогов, мы строим жилье для педагогов. Это будет северный Артек, равных, которых по всей возможности на северо-западе России просто не будет. Наша задача на ближайшее время, конечно, это не только построить школы, но сократить количество детей, которые занимаются в две смены. А это почти 20% детей. И эту задачу мы будем вместе с вами обязательно выполнять. Еще одна наша задача, это, конечно, одаренные дети. Мы должны вместе с вами выявлять этих детей и сделать все возможное для дальнейшего развития. Для этого надо создавать центры для одаренных детей, дистанционное образование. Для этого мы договорились с Министерством образования Российской Федерации и крупнейшей регионной компании «Северсталь» о строительстве технопарка, который мы открываем 6 сентября. Это будет крупнейший образовательный полигон для детей, которые хотели бы получить инженерную специальность, которые в будущем придут в наши крупнейшие предприятия. 3000 детишек будут заниматься с 6 сентября в технопарке, который мы открываем в этом году. Образовательная система, как мне кажется, одна из динамичных систем нашего государства. Все-таки очень много государства вкладывает в развитие образования. Да, очень многое меняется, многое нам и не нравится. Мы хотим, чтобы это было лучше, чтобы мы соответствовали лучшим образцам мировых практик. Но что главное в этой большой работе, которую мы проводим в нашей стране? Главное, что мы прекрасно понимаем, что это и есть основная работа старшего поколения, нашего государства. Потому что если мы не сумеем в этот сложный, такой поворотный, ключевой период развития истории подготовить новое поколение людей, готовых решать уникальные, совершенно особенные задачи 21 веки, то Россия не вырвется вперед. Это наша ответственность. Поэтому не только лучшее образование, но и великолепное, очень предметное воспитание – это наша задача. Сегодня мы видим, как отношение к системе образования меняется. Меняется отношение в целом к системе и особенно к школе. Совсем недавно, еще буквально 15, может быть 20 лет назад, мы и слов таких не знали, как ЕГЭ. Сегодня мы видим, что наши школьники успешно сдают этот экзамен, сдают под прицелом видеокамер и достигают прекрасных результатов. Если посмотреть на цифры, то количество детей, достигших и получивших 100 баллов, фактически не меняется, снижается количество отрицательных отметок. Наши дети, выпускники достойно представляют Вологодскую область в различных олимпиадах, поступают в лучшие вузы страны. И сегодня те программы, те мероприятия, которые были озвучены в выступлении нашего губератора Александра Кувшинникова, выступления Юлия Воробьева, говорят о том, что на Вологодщине реально делаются дела, реально уделяется огромное внимание системе образования. Одним из важных событий образовательного салона стало подписание протоколов о намерениях сотрудничества между крупнейшими предприятиями области и региональным правительством. Документы направлены на совершенствование системы профессионального образования и кадрового обеспечения отраслей экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова